Всем привет! Сегодня у нас краткий обзор на новое устройство Watsminer M20s. И в этом видео мы с вами поговорим о заявленных характеристиках на устройство, сравним их в режиме реального времени и на основе полученных данных проведем расчет рентабельности этого устройства. Ну и конечно же сравним его с другими актуальными майнерами. Ну что ж, теперь перейдем к заявленным характеристикам. Что мы имеем? 68 терахешей при потреблении около 3260 ватт. Как заявляет производитель, 48 ватт на терахеш. При этом, конечно же, они заявляют определенный процент отклонений от этих показателей, но не более плюс-минус 10%. Вес устройства около 11 килограмм. Выглядит он довольно-таки мощно, но по внешнему виду никаких особенностей нет. Привычная для нас конструкция майнера, два вентилятора, встроенный блок питания и корпус с хеш-платами. Теперь мы это устройство подключим и посмотрим на его параметры в режиме реального времени. Итак, устройство вышло в свой рабочий режим и сейчас мы посмотрим его реальные параметры. Начнем мы с производительности. Итак, обновим. 67,5 терахешей при потреблении из розетки 3429 ватт. Ну и сейчас замеряем еще и уровень шума от устройства. 65 дБ. Уровень шума именно от майнера М20С. Ну и, конечно же, мы хотим сказать о возможности иммерсионного охлаждения устройства. На данный момент ASIC успешно погружен в нашу ячейку и мы работаем над возможностью увеличения его производительности. Для расчета рентабельности воспользуемся калькулятором, который находится на нашем сайте. Ссылку на этот калькулятор вы найдете в описании. Так, заходим в калькулятор, оставляем галочку только напротив надписи ASIC. По умолчанию у нас стоит алгоритм с H256. Ну и далее в поля мы вводим те данные, которые мы получили ранее. Хешрейт 67,5 терахеши при потреблении 3429 ватт. Стоимость электроэнергии берем 4 цента за киловатт в час. Итак, смотрим, что показывает нам калькулятор. Мы смотрим столбец с воздушным охлаждением, так как ASIC был запущен на воздухе. И видим, что на данный момент выгоднее всего майнить биткоин СВ. Он нам будет приносить 11,28 доллара в день. Зная эту цифру и зная стоимость самого ASIC, который на данный момент при покупке его здесь и сейчас составляет порядка 4000 долларов, мы можем рассчитать окупаемость самого устройства. Итак, результаты расчетов рентабельности вы можете видеть в таблице. Также в ней отображено и сравнение с другими актуальными моделями майнеров, ссылки на обзоры которых вы сможете увидеть в описании. Как видим, ввиду высокой стоимости оборудования сроки окупаемости оставляют желать лучшего. При этом необходимо помнить о скором халвинге основной криптовалюты, когда награда за блок уменьшится в два раза и курс криптовалюты станет определяющим фактором в доходности майнеров. Ну вот и все, что мы хотели вам рассказать в этом видео. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!